Приветствую вас. Для начала не нужно гнать фургу или лошадей. Вы можете своим поведением таким, человека только еще больше от себя оттолкнуть, отдалить это, будьте сейчас на него давить и как-то его прессовать. Вот. Делать этого не стоит. Наоборот, примите его позицию, значит, предложите ему быть друзьями, если вы хотите обязательно сохранить с ним отношения, да, вот, значит, будьте с ним друзья, будьте с ним друзьями. И, значит, быть над своим, с ним друзьями, общайтесь, чтобы узнать, что у него происходит. Что у него происходит по отношению к вам, что у него происходит по отношению к себе самому. Вот. Вполне вероятно, что у молодого человека просто-напросто сменились ценности, сменились приоритеты. Он стал другим, потому что встречатся мы нашли рано, как я понял, и за это время много чего изменилось. Вот. Вполне возможно, что его ценности просто-напросто больше не совпадают с вашими, а то, как он воспринимал вас, раньше не идет никакое сравнение с тем, как он воспринимает вас сейчас. Да. Значит, вы зовите позицию друга и общайтесь с ним. Общайтесь спокойно, может быть, время пройдет, соскучится, вернется. Может быть, не вернется. В этом случае вам нужно думать самой, как вам действовать и как поступать. То есть, что я имею в виду? Значит, вы пишете не знаю, что делать, чтобы что. Что вы хотите делать сейчас на данный момент? Вы как хотите поступать? У вас какая основная проблема? Что вы, например, человека вкладывали, 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 а он потом решил с вами расстаться? Ну, это, к сожалению, нормально. Потому что отношение – это не инвестиции. То есть, вы считаете, что он должен вот с вами обязательно быть только потому, что вы вкладывали в него много. Или как? Или что? Вот, поздравьте этот момент для себя определить, как вы это видите, как вы это вообще воспринимаете. Если вам тяжело, если вы, допустим, не можете, да, если вы не можете там смириться с этим, если вы не можете всего отпустить, это там другое. Это вопрос, скорее, потребностей. И вопрос потребностей именно ваших. Но это не просто вопрос потребностей. Это еще к тому же. Важно, чтобы вы это понимали. Это к тому же еще. И вопрос поведения, вопрос формировавшихся привычек поведения и так далее. И это с вами тоже нужно разбирать. А это тоже с вами нужно смотреть. То есть, понятно, что это для вас травма. Понятно, что это для вас стресс и так далее. Вот. Ну так вы определите, в чем именно стресс для вас заключается. В чем именно для вас стрессовость донесит вас. И вот на эту проблему сделайте акцент. А тут уже будет понятно, любите ли вы человека или ее. То есть, если любите, то желаете ему счастье, соответственно. А если вы не будете именно сами без него, то это уже не столько желание счастья ему, сколько желание чего-то для себя. Вот это такое, получается, использование человека в своих целях. И как следствие растворения в нем. И как следствие обесценивания себя и нивелирования его интереса к вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.